Именно от этих людей во многом зависит будущее подрастающего поколения. Если школа – второй дом, то учитель – близкий, родной человек. Эту профессию выбирают по воле сердца. Ирина Петрова знала с самого детства, что будет учителем. Это было мечтой и стало реальностью Ирина Борисовна Уроженко-Щелкова в профессии без малого 50 лет. Самое главное, я считаю, в своей профессии – взаимопонимание с детьми. И когда понимают тебя дети, когда ты понимаешь их, их душу, их потребности, когда понимают тебя родители и стараются тебе всегда и во всем помочь, я считаю, что это очень ценно. Педагоги городского округа собрались в зале Щелковской школы номер 4 имени Петра Климука. Поводом для встречи стал профессиональный праздник – День Учителя. Учитель – это уникальная профессия. На ваших плечах лежит воспитание и образование нашего подрастающего поколения, нашего населения. Это очень сложный труд. Слова благодарности и признательности за ваш труд. Ведь ваша профессия – одна из немногих, пожалуй, которую невозможно избрать, исходя из чистых и юнктурных соображений. Вы дали путевку в жизнь всем этим ребятам и девчатам, которыми гордитесь, гордятся ими наши родители, городской Щелково, Московская область, наша страна. Во благо будущих врачей, химиков, инженеров и представителей сотен других профессий в городском округе трудится без малого полторы тысячи педагогов. Этот труд даже не работа, это служение, говорит исполняющая обязанности председателя комитета по образованию Елена Бушнева. «Человек, выбирая себе профессию педагога, он не может это сделать без любви к подрастающему поколению, к ребенку. Поэтому, когда педагог приходит в школу, в садик, в учреждение дополнительного образования, в первую очередь открывается, раскрывается и отдает свое сердце, свою душу детям. Учитель каждый день проводит с ребенком, как мама, как папа, как самый близкий человек. И во многом помогает этому ребенку стать сильным, самостоятельным. И поэтому от всей души я желаю каждому учителю, каждому воспитателю, тому, кто работает в образовании, счастье, здоровье и действительно всего самого наилучшего». Вот они, виновники торжества, в день профессионального праздника. Их поздравляют, благодарят и, конечно, награждают за труд, терпение, за то, что выбором дела жизни стало подвижничество, наставничество, благородное служение. В день учителя прозвучало так много теплых слов благодарности в адрес педагогов, тех людей, которые стоят на страже воспитания и образования подрастающего поколения. И так важно, чтобы учитель как можно чаще слышал «Спасибо за ваш труд». Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Продолжение следует...